В Баренцевом море большая рыбалка. К берегам Кольского полуострова массово подходит треска, скумбрия и лосось. Столько рыбы в Заполярье не видели давно. И квоты пересматривают в оперативном режиме. Рекордный улов, как говорят учёные, это результат работы местных акваферм. Репортаж Дмитрия Страмилова. Об импортозамещении в рыбной отрасли фермер Игорь Бойко задумался ещё задолго до введения санкций. 20 лет назад бывший рыбак рискнул и не прогадал. Заниматься рыборазведением можно. Я бы сказал, это и выгодно. Российские антисанкции стали настоящим подарком для мурманских рыбных хозяйств. Аквакультура, которая ещё 5 лет назад с трудом конкурировала с норвежскими производителями, получила новые перспективы развития. Этот улом – одна из крупнейших рек Заполярья. Здесь, в специальных садках, набирает вес форель. Её кормят три раза в день специальным составом из витаминов, злаков и рыбьей муки. Природа Кольского полуострова создала уникальные климатические условия для разведения форели. Температура воды плюс 13 – идеальна для царской рыбы. Из 10-граммовой молоди за 2-3 года форель вырастает до товарного вида. Трёхлеточка, 2 килограмма осип. А в Мурманском порту сегодня едва успевают разгружать суда с тысячами тонн трески пикшей из Кумбрии. В Заполярье в самом разгаре большая рыбалка. После того, как так называемым прибрежникам добавили квот на вылов, в море друг за другом уходят корабли. Такая бойкая рыбалка тут же сказалась на цене. Если мы посмотрим, допустим, январь месяц на севере страны, треска стоила 230-240 рублей килограмм. Если сегодня мы зайдём в магазин, то это 170-160. Всё-таки это значительное падение цены именно за счёт дополнительного объёма. Горячая пора и на берегу. Рыбные фабрики загружены заказами. С утра до вечера кипит работа и в цехе Игоря Бойко. Продукцию местных фермеров и крупных аквакомпаний можно найти на прилавках всех мурманских супермаркетов и рынков. Мне нравится такая рыба. Охлаждённая, свежая. Не только форель, мы и треску едим, и сёмку берём. В хозяйстве фермера плещется до 150 тонн форели ежегодно. И проблем со сбытом никаких. Они были раньше, в 90-х годах. Была такая ситуация, когда импортная рыба была дешевле намного. И это снижало цену. Сейчас проблемы со сбытом на сегодняшний день нет. В планах эксперимент по разведению сига. Ещё одной рыбы семейства лососёвых. Она не менее вкусная, чем форель, но более капризная. Однако для того, чтобы красной рыбы на прилавках стало больше, надо проложить хотя бы грунтовые дороги по многочисленным рекам и озёрам Заполярье. Мурманские рыборазводчики рассчитывают, что в скором времени такая строка расходов появится в программе господдержки рыбного хозяйства. Дмитрий Стамилов, Дмитрий Иванников, Вести, Мурманская область.